Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и сегодня обзор! Сегодня обзор на бургерную, причем не в Москве, а в городе Раменская. Я иногда бываю в городе Раменская, и многие из вас писали, в том числе после обзора на доставку пиццы ОК, это год-два назад было, многие писали мне и вконтакте, и в комментариях, что я должен попробовать бургеры из Раменского, которые легендарные, типа Дабл Бургерс называется. Вот, я еду пробовать бургеры Дабл Бургерс, а Дима, он же мой оператор, он же мой братишка родненький, закроет тему с самыми знаменитыми местами Раменского, сделав у себя на канале Дима Плагиатор обзор на пиццу Милана. Это доставка с хорошим, кстати, рейтингом, и бургерный, я посмотрел рейтинг у них весьма неплохой, мы сейчас едем проверять бургерные, а ролик про Милану смотрите у Димы на канале, в общем, у меня бургерные, у него пиццерия с доставкой. Все, на окраину Раменского гоним. И мы добрались до Дабл Бургера, они вообще реально на аншибе Раменского, то есть Раменская заканчивается практически на Дабл Бургерс, и находятся они на улице Дергаевская улица 36, Владение 6. Вот их заведение, вот в таком доме на первом этаже. Идем пробовать, как бы, самые знаменитые бургеры Раменского. Подскажите, пожалуйста, фирма какая-нибудь, прям вот, чтобы фирма. Самые вкусные, самые сочные, мощные бургеры у вас какие? Гриль Тейстин. Тогда гриль Тейстин. Обычный кончизбургер самый простой. Есть кончиз. С курицей. Давайте блючиз. С куриной грудкой он будет или с фаршем? С фаршем, да? Давайте крылышки тогда, я хочу бафало. Мойну как? Одинарную. Бургер Вася. Почему Вася? Потому что он большой. А из-за этого Вася? В чем логика? Вася должен быть. Надо назвать тогда Виталия. Вот я Виталия, я большой. Можно назвать бургер Виталием. Все, да? Слушайте, здесь с собой? Здесь, наверное, здесь. Копатье 1685 рублей, карточной наличной. Карточкой. Продолжение следует... Ну что сказать, ребята, у нас, значит, наш чек 1685 рублей. Мы взяли 4 бургера, нет, 5 бургеров, один из них маленький. Взяли Милкшейк и Гринадин. То есть ценник такой у них не самый демократичный, который можно себе представить. Но опять-таки, если сравнивать с какими-нибудь там ширпотребом вроде Макдональдса, при всем уважении к Макдональдсу. Гриль Тейсти 460 рублей. Сколько Биг Тейсти в Маке стоит? 320, что-то типа такого. Чего ты сказал? Ты не любитель Биг Тейсти? Это незаконно так говорить вообще. Ну да, Чезы это топчик. Респект. Кстати, Дима, вот поверни сюда, смотри. То есть у них за столиками розетки еще есть, видишь, USB-шки. То есть можно что-нибудь подзарядить. Вообще такой антураж довольно милый. То есть тут желтые стены. Тут такая вот лакированная прикольная фанера. То есть внутри довольно симпатично. Хотя мест не очень много. Тут 8 маленьких столов и один большой стол в конце зала. То есть это весь зал, в принципе, который есть. Вот, мест немного, но тем не менее, как бы они есть. То есть тут можно посидеть, покушать не только на вынос. Вот, мне нравится. В общем, ждем. Нам дали вот такой агрегат. С помощью него мы узнаем о готовности блюда. В заведении есть туалет. Тоже лайком. Мы как летучие не будем там проверять горячий, холодный. Вот, я просто руки помою, ладно. Уйдите, блин, уйдите. ИП Ларин Антон Германович открыл это заведение. Заявление номер 2. Здесь очень вкусно. Уже какой раз здесь ем, и все очень вкусно. Вкусно пахнет. 10 баллов из 10. Лучшее кафе в Раменском. Сочный, мощный бургер. Это дабл бургер. А я его не взял, кстати. Вот, надо было читать. Дабл бургер лучший в своем деле. Мега быстрая доставка. Еще и доставка была. Можно было не ехать. Навсегда ваше. Слушай, ну положительное. То есть, пока вот я повара боги, музыка бомба. Что-то расстроились. Вот тут люди расстроились. Подали разогретую картошку по-домашнему. Все холодное, очень расстроилось. Есть и такое. Слушай, ну очень-очень хорошие отзывы. Их довольно много. То есть, место посещаемое. Вот это самое лучшее вообще. Это просто вот норм. Отвратительный чизбургер за немаленькую сумму. Котлета не из говядины, а с говядиной. Это разные вещи. Вот есть и такое мнение. Мы сейчас посмотрим и все проверим. Короче, ну в целом как бы фон довольно позитивный у этих заявлений. А тут книга отзывов и предложений. Действительно, каждая оформлена как заявление номер один. То есть, ты когда что-то пишешь в Double Burgers, ты заявляешь что-то. Дай-ка мне эту штуку. Запищала. Все, спасибо большое. Перчатки нам тоже, да? Благодарю. 1685 рублей. И все у нас на столах. Так, у нас 5 бургеров. Нет, подожди. Какого хрена у нас 4 бургера? У нас 4 бургера и один маленький. Сейчас будем разбираться. Выглядит все в принципе симпатично, но вот относительно, например, булочек, да? Они обычные. То есть, это булочка, которая в Макдональдсе называется, как она, не ежедневная, забыл это слово, которое в Макдональдсе при нем. Регулярная булочка, вот. Вот это вот регулярная булочка. То есть, тут ни о каком типа бриош не идет речь. Но, тем не менее, в принципе, все выглядит довольно-довольно симпотно. В комплект нам дают, смотрите, черные перчатки. Это хорошая практика. Воруйте друг у друга хорошие практики. У Блэкстара идею взяли, да, здорово. Или Блэкстар у них, я не знаю. Вот они крылышки на вымокающем, кстати. Я не знаю, как показать снизу вверх. Вот, смотри, вот эта вот посуда, она не очень подходит под бургеры, видите, да? То есть, уже начинает промокать. Такие картонные коробочки, они неплохо подходят вот под сухие булки, но они никак вот под влажные продукты не подходят. Они должны быть изнутри, быть с дополнительным слоем, не промокающим, короче. Фирменные салфетки с логотипом. Ну и все, давай пробовать, что. Начнем, наверное, с какого-нибудь мега-большого бургера. Я уже вот сейчас вот пока выкладываю бургеры, чтобы оставить два маленьких. Я чувствую запах кетчупа, ой, соуса барбекю от Хайнс. Вот этот адский уксусный, фу, барбекю, короче. Крылышки заправлены обычным соусом. То есть, это не какой-то фирменный, а совершенно обычный соус. Мне не нравится, я терпеть не могу барбекю обычный от Хайнс. Первое, что бросается в глаза, это не сильно расплавленный сыр. То есть, они недостаточно подержали сыр под накрывашечкой. Я не знаю, как у них это все называется. Вот такие вот первые впечатления. Булочки довольно прохладные. Внутри кетчуп, внутри сыр, внутри здесь лук, жаренный с беконом. А тут все то же самое, только без лука и бекона. Слушай, я не знаю, у меня нет никаких приборов, хотя, может быть, я могу попросить. Ну вот котлетка, смотри. Она очень маленькая, то есть, она по диаметру меньше булочки. Они не рассчитывают, чтобы оно немножко выходило за края. Ну, котлетка как котлетка. Мне бы на разрезе посмотреть. Нам сказали, что ножи нам не дадут, но разрезать бургеры нам смогут. Спасибо. Причем нам разрезали все. И девушка, вот это, кстати, пусечок, а как бы приятно. Она каждый бургер вот так вот на чуть-чуть подержала под инфракрасный. Там лампа такая, чтобы бургеры не оставали. Она вот так вот подержала каждый бургер. И они стали теплые. Надо же. Молодец. Вот администратору, кто на кассе стоял, девушка, молодец. К сожалению, от этого действия, конечно, у нас ни сыр не расплавился, ни котлета не стала какой-то другой. Короче, вот котлета. Вот, это абсолютный well done. Дожаренная котлета. Ну, судя по всему, говяжья. Я не знаю, кто там писал, что он с говядиной. Вот в книге отзывов, ну, это, по-моему, говядина чистейшая. То есть никаких претензий нет. То же самое, абсолютно та же самая котлетка. Ну, давай попробуем. Я абсолютно уверен, что вот эти бургеры меня не удивят ничем. Но, тем не менее, шанс даем. Мини Джейми. Видимо, вот этот бургер называется Мини Джейми. А второй классика. Джейми сочная котлета, ломтики сыра, маринованный лук. Давай попробуем. Вот такой маленький бургер стоит 275 рублей. Ну, что, соусы стандартная хайнсовская кислятина, плюс какой-то соус Джейми, который я не просек, реально. То есть, ну, я недопонял его, потому что не почувствовал. Бекончик поджаренный, за это определенно лайк. Лучок тоже, он такой, знаешь, он как бы замаринованный, явно там посолен. Может быть, сахарок и уксус добавлены. Вот так руками вот поделано, чтобы заработало, да. Но, тем не менее, это сделано не так давно. И лук ближе к свежему, нежели к маринованному. То есть, ну, если понимаете, о чем я, то есть он прям такой хрустященький. Про котлету давайте пока оставлю комментарий. Я хочу сравнить вот с классикой. Классика, мини-классика стоит большая 375 рублей, а маленький 270. То есть, вот такой вот маленький бургерочек размером приблизительно с чизбургером. Да, тут больше котлета, чем в Макдональдсе. А до Макдональдса тут ехать чуть-чуть. Вот, тут больше котлета по толщине раза в два. И в диаметре меньше, наверное, процентов на 10. Но размер приблизительно как у чиза. Я очень не хочу, серьезно, вот обижать ребят, которые здесь занимаются бургерной. Ну, прям совсем не хочу обижать, серьезно. Потому что, ну, город Раменске, это прекрасный подмосковный город. Наверное, один из лучших. Вот где я был, лучший, пожалуй, город. Что я видел, тут красиво, тут прибрано, тут чисто. Очень-очень хороший город. Ну, как бы не очень. То есть, смотрите, булка обычная. Обычная булка, как в Макдональдсе. Кетчуп такой же, как в Макдональдсе. Сыр чеддер, да такой же, как в Макдональдсе. Я вам отвечаю. Маринованные огурцы менее вкусные. В Макдональдсе вкуснее огурцы. И котлета. Не, ну, уровень говядины, наверное, повыше. Может быть, это какой-то прайм биф или типа того. Но я не могу пока почувствовать, как бы, вот, насыщенности, я не знаю, там, зернового от корма. Вы поняли, мраморного мяса. Здесь такого нет ощущения. Ну, классика совсем неинтересная. То есть, это бургеры, я говорю, два чизбургера гораздо будет лучше и вкуснее. Вот этот Джейми, ну, из-за того, что там бекончик и лук, ну, он чуть-чуть, может быть, поинтереснее. Хотя лук тут тоже был. Ну, в целом, в целом, все-таки это на три вот эти бургеры. Они, ну, своих денег не стоят. 270 рублей. Давай посмотрим, ребят, за 400. Это уже помасштабнее. Это что-то поинтереснее. Мне дали перчатки, я их не одел. Но я руки хотя бы помыл. Ладно, оденем. Давай для сочных, мощных оденем перча. Вот на гриль-тейсте у меня очень большие надежды. То есть, если это там такой дымный соус, я кайфану. И куриный блю-чиз тоже надежды большие. Бургер гриль-тейсте. Булочка, котлета из мраморной говядины. Все-таки они на этом настаивают. Заправленная специальным соусом гриль. Красный лук, сыр чеддер, помидоры, лук фри, хрустящий салат Айсберг. Так, стоит этот, друг, 460 рублей. Посмотри, детка, какой он на разрезе. Давай сейчас на тех же, правда, грустных булочках. Я честно скажу, здесь котлета выглядит даже погрустнее, чем в маленьких бургерах. Посмотри, в маленьких бургерах есть хоть какая-то структура типа фарша. Ну, хотя, понимаешь, это один и тот же фарш. Вот. Здесь он какой-то очень плотный такой, да? Видите? То ли у них нож такой идеальный, но фарш немножко плотноват. Лук, сыр, соус вот этот, на который есть надежда. Салат Айсберг и тот же самый маринованный лук. Это же пахнет тупо биг-тейстее. Серьезно. Ну, прям вот. То есть они где-то купили соус биг-тейстее. А мне кто-то писал, кстати, что повторить соус биг-тейстее очень сложно, потому что это засекретенная информация. Но купить его прям готовый можно. Так. Видимо, у ребят есть выходы. Я очень крамольную вещь сейчас скажу. Очень крамольная вещь, за которую, наверное, меня, ребята, обидятся. Но биг-тейстее в Маке лучше, чем тейстее в бургерной. То есть, ну, для меня Макдональдс – это ширпотреб. Я не пытаюсь, как бы, очень выгораживать Мак, как-то его пиарить. Нет. Ну, биг-тейстее для меня – это то бургер. Ну, серьезно. Вот из доступных бургерных я в Маке беру в основном либо биг-тейстее, либо чизбургеры. Иногда биг-мак тоже круто. Это, как бы, попытка повторить биг-тейстее. Потому что здесь соус очень похож. Но его здесь меньше, чем в Маке. Он меньше чувствуется. Здесь лук забирает на себя внимание. Тут котлета неинтересная. Я не могу объяснить, почему так. Слушай, дабл бургерс, ну, без обид, серьезно. Но котлета, я не верю, что это мраморка. Ну, может быть, может быть, Прайм Биф стал так плохо делать. Или там Мираторг. Но, черт подери, это вкуса мраморной говядины я не чувствую. Вот. Лучок фри, наверное, неплохо в этом бургере. То есть, вот, единственное, что выделяет его в связи с биг-тейстее. Но биг-тейстее ушатал этот бургер. Он вкуснее. Он вкуснее и дешевле. Булочка заправлена соусом блю-чиз. Нежная котлета из куриного филе. Сыр с благородной головой плесенью и хрустящий салатайзберг. Состав предельно простой. Цена очень недемократичная. 400 рублей за бургер с курицей. Здесь, причем, смотри, вот белый соус. А вот это... И здесь такие вот шлепки этого сыра, типа... Я не знаю, что это за сыр, кстати. Не похоже это на какой-то горгонзолу там. Ну, давай попробуем. Выглядит антиаппетитно. Это подтвердили люди, которые сейчас со мной здесь сидят. Не один. Я согласен. То есть, выглядит он как будто... Как будто недоделан он немножко, что ли. Но это вообще не показатель того, какой он будет по вкусу. Ощущение недоделанности присутствует и во вкусе. Слушай, но я не могу сказать, что не хватает этому бургеру. Ну, то есть, можно сказать, там, добавь помидоры. Нет, помидоры, наверное, лишние будут. Добавь лук фри, кстати. Лук фри бы сюда зашел нормально. Что еще сюда можно добавить? Ну, то есть, проще его, наверное, не делать, чем что-то пытаться добавить. Что сюда можно добавить, чтобы он стал лучше? Булочки другие, однозначно. Но это во все бургеры. Булочка мне не нравится. Это вот это вот крошащееся нечто. Регулярная булочка от Макдональдса. Котлета нормально, в принципе, прожарена. Вопросов нет. Соусы неинтересны. И вот этот вот салат Айсберг, нарубленный в соусе, превращается, ну, в такую, короче, жижку. Я расстроен. Я расстроен. Я приехал в одну из лучших бургерных Раменского. И здесь нет удивления. Не потому, что я зажрался и такой дофига из себя специалист. Не из-за этого. Да, я бургерных поел довольно много в своей жизни. Но это не говорит обо мне, как о специалисте. И я не пытаюсь никак, ребят, там, что-то там негатив высказать. Мне это не нужно. Но по факту у меня нет негатива, у меня нет позитива. У меня нейтральное отношение. Ну, я типа съел. Ну, нормальный бургер. Ну, то есть, вот классику я съел. Ну, нормальный бургер там. В Макдональдсе два чизбургера будет вкуснее, чем вот этот один нормальный бургер. Соус, который Тейсти, который как бы даже в названии заявляет, что он типа конкурент Биг Тейсти, он хуже по вкусу. Ну, объективно хуже. То есть, он менее насыщенный, менее интересный, менее яркий бургер. С блючизом курица ни о чем. Соус, бургер Джейми ни о чем. Ну, извините, дабл бургер. При всем уважении, но это очень посредственные бургеры. То есть, они нормальные для какой-нибудь вот сетевухи типа Макдональдса. То есть, это вот не выше уровнем. Сорян, блин. Ссори, ребят, ну, так вот. Я почему говорю ссори? Потому что, ну, я знаю, что они смотрят мой ролик. Мне даже кто-то из ребят писал, по-моему, в Инстаграме там, типа, там, приезжайте, мы вот в Раменском видели ваш обзор на какую-то доставку из Раменска. Окей, пиццерия тогда была. Вот, поэтому я знаю, что они меня смотрят и посмотрят этот ролик. И я как бы, ребят. Мое мнение, это мое мнение. С ним не согласны, с ним не согласны, как минимум человек 20 вон из книги отзывов. То есть, людям нравится. А не слушайте, не слушайте дурака. Я вообще ни в чем не понимаю. Крылышки. Крылышки барбекю. Стоят они. Сейчас эти крылышки стоят 170 рублей по акции. В меню они стоят 270 без акции. Крылышки в Хайнсе. Будь он проклят. Будь проклят барбекю от Хайнс. Или аналогичный, короче, гребаный уксусный барбекю, но хорошо сделаны крылья. Ребят, крылья сделаны хорошо. Вот это они могут. Бургеры неинтересные. Крылья сделаны хорошо, но с санэй дурацкий соус. То есть, короче, по итогу, по итогу, от чего бы я кайфанул. Вот если бы я не посещал никакие больше бургерные в своей жизни, не был бы в Блэк Старе, в Фарше, не был бы в Бургер Хироус и вот в других заведениях, я бы, наверное, мог бы кайфануть все-таки о тесте, потому что интересный вкус. Соус очень похож на Биг Тейсте, может быть, он же. И кайфанул бы все. Больше ни о чем. Вот. Если же я человек, который был все-таки в Фарше, в Блэк Старе, в Бургер Хироус, в Бургер Бразерс и даже там всякие Корнер Бургерс, где, в принципе, вот ближе к этой истории тема, вот там, например, феноменально был вкусный куриный бургер. Я там брал куриный бургер, какой-то соус там был, не помню, раньше, по-моему. Изумительно зашел прям. Здесь куриный бургер ни о чем. Короче, если бы я был в этих заведениях, то здесь бы меня не впечатлило ничего, я бы шел разочарованно и больше бы сюда не приходил. К сожалению, ребят, вот так вот. В общем, дабл бургерс. А знаешь, что? Может быть, нам заехать сейчас на обратном пути, взять просто любой бургер. У нас там вот по дороге мы сейчас ехали. Дим, как это вот открылось в Загорного, в Зараменске? Бургерок, нет? Бургерок, да. Точно. Мы сейчас, возможно, если не очень стемнеет, на обратном пути купим какой-нибудь бургер совсем за Раменским, уже это ближе к городу Загорного. Там недавно открылась бургерная. Мы у них купим бургер, просто сравним, ради интереса. Точно? О, все. Не город, а село, скорее всего. Село Загорного? Да. Мы-то сами не местные, мы из Загорного, из села Загорного. Лимонад гренадин. Бон пари газированная с сиропом гренадин манини. Молочный шейк, давай. Вот у него есть шанс. 175 рублей. Зашибок. Молочный шейк, нормально. Аллилуйя. Самое вкусное блюдо. Дабл Бургерс. Офигенный милк шейк, такой серьезный, знаешь, вот. Как будто немножко советский, прям такое ощущение. Хорошее, они с мороженым делают, отвечаю. Это с мороженым сделано. Немножко какого-то варенья клубничного, мороженое, молочко из-за шибок. Это фигня. Не стоит своих денег 100 рублей. Ну, хотя 100 рублей может быть. 175. Милк шейк тоже, наверное, чуть-чуть перебор с ценой, но он вкусный. Ребята, вот такой вот он. Дабл Бургер в Раменском. Ставим оценки. А, еще и заезжаем в Бургер. В Рок. В Рок. В Бургер Рок. Все, спасибо, Дабл Бургер. Не впечатлили. Даже сейчас Димон говорит, и я с ним согласен. Мы просто смотрим рейтинг, да, как бы, чтобы посмотреть, какие баллы, ну, в смысле, какие критерии у нас. Бургеры и кофе, то есть, вот, мне там понравилось, реально. Мне объективно вот эти вот сделанные в обычных каких-то контейнерах бургерные, мне понравилось, как там приготовлено. То есть, там вкусные соусы, там прикольные булки. Они лучше, чем вот, как бы, можно сказать, ну, наверное, хедлайнерская бургерная в городе Раменском. Это расстраивает. Ладно, у нас что? Цена, вкус, качество, комфорт, скорость, персонал. Цена. За такое качество, то есть, цена, качество, если сопоставлять, да, хотя у нас есть вкус, качество, но это о другом немножко, это о восприятии, как бы, вкусовом. Цена, я считаю, вот, блин, я поставлю, 3 поставлю, да, ниже ставить, не буду, 3 балла. Вкус, качество, ну, мне не понравилось, мне совсем не. То есть, я реально, вот, у меня ощущение, что я хочу поставить 1, но я поставлю 2, потому что все-таки, то есть, если ты голодный, зашел, ты не обломаешься, тут плохого ничего нет. 1, это когда уже что-то совсем плохо. А тут просто, как бы, 2, вот, ну, не удовлетворило, меня не удовлетворило. Если вот на школьную систему оценок перейти, машина меня шибет. Меня не удовлетворили, не удовлетворило, удовлетворило это бургера. Sorry, ребят. Комфорт, в принципе, нормально, то есть, я дискомфорт никакого не ощущал, кроме того, Дима, правда, на стуле, у них стулья шатаются такие, пластиковые, боялся упасть назад. Но это проблема Димы, правильно, это же не проблема даблбургерс. Короче, за комфорт я поставлю 4,5. Скорость быстро сделали, поэтому, ну, что, базара нет, 5 баллов они приготовили. Нет, 5, это, подожди, это Макдональдс, это ты проехал и сразу забрал. Давай поставим 4, это будет справедливо. Ну и персонал, ребята молодцы, девушка порезать порезали, то есть, они были очень приветливые, они молодцы, умницы, 5 баллов за персонал и оставлю. Короче, по итогу, получается, этой бургерной надо дорабатывать, не дорабатывать, а перерабатывать меню. Ну, может и не надо. То есть, кто я такой, чтобы вообще что-то советовать? Возможно, и скорее всего, раз они пользуются популярностью, их доставкой, то, может, ничего не надо менять. Не слушайте, не слушайте глупого дядьку. Но все-таки, чтобы стать легендой вот где-то вот здесь на райончике, надо нахер все переделать. Такое мнение. Поедем, до бургерочка доедем. Чуть фирменный какой-нибудь, нам нужен один тупо бургер. А бургеров. Прям бургер. А что там такого, что... Котлеты, бекон, двойной сур-чеддер, томаты, соус-барбекю. Котлеты, булки все сами делаем. И соус-барбекю сами делаете? Нет, барбекю не сами. Хайнс? Ну, там свою немножко секретную. Частично делаем сами, скажем так. То есть вы его дорабатываете, короче. 360 рублей стоит большой. Это сколько он по весу? Это большой? Да, там вес... А, 335 граммов, да? Короче, как я и ожидал. Место, в которое я вообще не планировал, оно впечатляет как бы сразу гораздо больше, чем место, которому уже 100 лет. Впечатляет, во-первых, чем? Антуражем. Антураж прикольный. То есть это дубовая роща. Это между Раменским и Загорного, как бы, ну, место, которое, по идее, хрен знает, кто сюда доедет. Здесь только я езжу, потому что у меня у родителей дача здесь. Вот. Цена 360 рублей за 335 граммов бургера. Это самый дорогой... Нет, самый дорогой ромбургер 375 рублей. Давай найдем какой-нибудь вот... Блючиц 380. Там 470. Лаваш бургер. Куриный бургер 210. Детский бургер 150. Сыр бургер 310. Напиток 90 рублей. Делают сами, они говорят, варят. То есть это взятка. Вот это я оплатил, а потом мы пришли, а он на столе оставил еще вот клюкву и это. И каркан... О, благодарю, уже подали бургер, да. Так, всегда подаете клиентам или это... Только сейчас. Самообслуживание вот так вот. Ну, спасибо. Здоровенный бургер. Булочка, бриошь. Салат, ладно, я этот салат бы не клал. Двойная порция сыра, чеддер. Салат кудрявый, хрен бы с ним. Помидор красный. Тот же самый бекон, кстати, очень похожий на тесте. И шикарная булочка. И котлета. Блин, ну посмотри вот на эту котлету. Вы видите вот эта розовинка? И серьезно, это вот сейчас вот выглядит как реклама бургеров. Я вам клянусь всем, чем хотите. Мы сюда даже не планировали заезжать, потому что, ну, просто на контрасте. Дабл бургер мне не понравился настолько, что я захотел убедиться в том, что я прав. Потому что у меня были немножко сомнения, что я предвзят. Ну, вот я смотрю на вот эту котлету, на эту булочку. И я понимаю, что я прав. Давай пробуем. Давай пробуем. Булочка прикольная, бриошь вкусная. Здесь прикольный помидор. Тут забавный соус такой, остренький. Но это касается рецептуры конкретного бургера. А мы говорим про основные ингредиенты. Булочка огонь, котлета хорошая. То есть, что еще надо, да? Остальное уже соусами дорабатывать. Пожалуйста, ты можешь добавить санный хайнс. И тебя будут любить в городе. Но эти рецептуры... Здесь, кстати, тоже есть соус барбекю. Но шеф нам сказал, что они его дорабатывают. Я не знаю, что они делают. Там вот этой уксусности чрезмерной в этом бургере нет. Огонь! Этот бургер хочу доесть. Ладно, давай каркаде попробуем, который они сами варят. И пойдем. Прикольно. Причем, действительно, сами варят, походу. Апельсин каркаде. 90 рублей пол-литра. Нормальный такой компотик. Все. В общем, я убедился в том, что дабл бургер вообще не топчик. Топчик ли бургерок? Время покажет. И, возможно, следующий мой сюда заест. Если я сюда когда-то вернусь, может, снимем полноценный обзор. Со всеми вытекающими. Ну, а по этому бургеру могу сказать, что они гораздо лучше, чем даблы. Все, ребята, конец выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин